Напомню, предыдущая встреча состоялась неделю назад. За это время по поручению Владимира Сипягина были разработаны дорожные карты по всем вариантам решения вопроса ввода проблемной многоэтажки в эксплуатацию. Один из них предусматривает внесение изменений в проект охранной зоны областного центра только в части земельного участка, на котором стоит злополучный дом, что позволит узаконить лишние этажи. Сейчас в Министерство культуры обращения мы направили, в Департамент финансовых обращений подготовили. Техническое задание до 1 сентября мы сделаем. Еще один вариант обратится в фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. После обращения и сбора необходимых документов будет проведена экспертиза и фонд решит, какой вариант экономически более целесообразен. Снести лишние этажи или компенсировать дольщикам стоимость квартир по рыночной цене квадратного метра жилья. Если принимается решение, что фонды экономически целесообразны выплаты, вариантов отказа быть не может. Если люди отказываются от денег, значит они отказываются от квартиры. Если же фондом принимается решение по завершению строительства, то тогда пока строится объект, люди, которые не хотят ожидать завершения, они имеют право поменять свое мнение и потребовать возврата денег. Однозначно за замену квартиры выплатой высказались 2% дольщиков, однозначно против 13%. Еще 80% дольщиков согласны на выплаты при отсутствии альтернативных вариантов. Еще один вариант решения проблемы дольщиков – разработка единой охранной зоны для всей Владимирской области. Этим вопросом занимается рабочая группа. Владимир Сипягин пригласил на ее заседание дольщиков. Вы приходите обязательно послушайте, потому что надо понимать, коллеги из Тектоники, они высказывают определенные вопросы о том совещании, чтобы мы услышали ответ тогда, что да, аргументы обоснованы, да, это невозможно. Там же будут все архитекторы наши, ведущие, советские архитекторы, руководители Владимир Судовского музея и заповедника. На заседании еще раз отметили, в любом из вариантов быстро решить проблему дольщиков не удастся. Внесение дома в охранную зону или разработка единой зоны продлится до лета следующего года. А сколько времени займет взаимодействие с фондом, пока неизвестно. Но продолжится проработка всех трех вариантов.